Вода на вес золота. Больше недели жители Луганской области не могут постирать, помыться и даже приготовить еду. Из-за долгов за свет единственный на весь регион водоканал выключил насосы. Красный Крест решил оплатить часть коммунальной задолженности и уже скоро воду обещают дать. Надолго ли? Поясняла Людмила Горбач. Воды в кранах жителей Золотого не было больше недели. Накануне сюда впервые приехала социальная автоцистерна. Правда, вода техническая. Но даже за такой водой, рыжей и с осадками, люди выстроились в очередь с ведрами, бидонами и пластиковыми бутылками. Может отстоиться, хоть ноги помыть, руки помыть. Аж без воды совсем уже. Умыться, постирать и использовать в туалете такую воду можно. А вот для питья или приготовления пищи она не годится, предупреждают спасатели. Машину уже набрали. Вот эта вторая уже идёт. Сейчас ещё за третьей поедем. Потому что в школу заливали. Без воды не только жители Золотого. Краны сухие по всей Луганской области. Система так устроена. Вода из Северского Донца набирается для всего региона в одном месте. Вот только платят за неё лишь 5% потребителей, которые живут на подконтрольных Украине территориях. Остальные деньги от 95% пользователей до водоканалов. Попасную не доходят. А значит, нечем платить за электроэнергию. Насосы, которые качают воду, остановили. Куда эти все деньги ушли, никто же... Хороший бизнес у кого-то получил. Замечательный. Точно так же, как мы поставляем электроэнергию. К сожалению, мы за неё тоже платим в энергорымок, а там за неё кто-то непонятно кто собирает деньги. Долг за свет – 110 миллионов гривен. Чиновники ищут альтернативный вариант. У нас есть комплекс Зановского водохранилища. Там, где скважины, и это даже лучше, потому что там качественная вода из скважин. Из этих скважин возможно подавать воду только на территорию подконтрольной Украине. Но пока воду будут качать всем. Красный Крест заплатил за электроэнергию до декабря. На перезапуск системы понадобится около недели. Водопровод и резервуары нужно дезинфицировать. Но если за два месяца вопрос со снабжением не решат, краны снова пересохнут. И тогда жители останутся и без воды, и без тепла. Трубы могут не выдержать. Людмила Горбач, Вячеслав Виндычанский и Вадим Погребной. Специально для телеканала «Донбасс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова